Уже второй год благодаря внедрению пилотного проекта медико-социальная экспертиза по 12-ти нозологиям проводится в заочно-проактивном формате без личного обращения самого услугополучателя. Подробности в следующем материале. Обращение в лечебную организацию, сбор материала, формирование определенных цифровых документов. Таковы шаги заочно-проактивного освидетельствования. Разумеется, нужен еще и телефон. Вся собранная документация в электронном виде передается Министерству труда и социальной защиты. Данное новшество в том, что электронный формат документов будет в автоматическом порядке направляться трем независимым экспертам, которые не будут знать друг о друге и не будут видеть личные данные данного пациента. Затем будут приниматься решения тремя независимыми экспертами. Три независимых эксперта принимают решение, затем оно поступает в систему и принимается единое решение. Данное решение будет поступать освидетельствованному лицу на телефон. Справку можно получить либо в медучреждении, либо через ЕГОВ. Обе будут иметь одинаковую силу. Разумеется, цифровизация существенно облегчила процедуру самим пациентам в получении той или иной группы инвалидности. Раньше проводилось освидетельствование на местах, на уровне департамента социального труда, то на сегодня пациенту уже нет необходимости ходить по инстанциям, а это все в заочном формате уже дает результат той или иной предоставлению группы инвалидности. Пока в пилотном проекте 12 нозологий. Все злокачественные образования, туберкулез всех локализаций, психические заболевания, болезнь Дауна у детей, заболевания кровообращения, выраженные порезы и параличи, а также сахарный диабет первого типа у детей, все анатомические дефекты. Конечно, здесь повышается роль лечащего врача. Насколько объективно, правильно и качественно заполнит доктор данные документы, также и будет приниматься решение. После установления инвалидности, лицам с инвалидностью без их обращения и заявления назначается гарантированное государственное пособие из бюджета и социальные выплаты по утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования. Мурат Ибумажит, Юрий Белевский, Иртас Акпарат.